Михаил Михайлович, по традиции с победы, что особенно приятно, Сергей Влечинский, медиагруппа «Звезда». Первый вопрос такой. Ожидали ли такой агрессивной игры со стороны «Химок»? Понятно, что им мастерства не хватает, но они стремились, согласитесь, играть в атаку сегодня. Да, добрый вечер. Спасибо большое за поздравление. Да, ожидали. Ожидали, потому что мы говорили о том, что и новый тренерский штаб, он привнес определенные изменения в структуру игры команды. И, конечно, нам в определенных моментах было непросто, но мы готовили определенные моменты по выходу из обороны, как необходимо преодолевать это сопротивление со стороны соперника. Но в первом тайме нам немножко не хватало остроты, скорости именно в зоне завершения, так скажем, для того, чтобы быть более остро атакующими. Спасибо. Еще вопрос. Два вопроса небольших по заменам. По Миранчуку, соответственно, после первого тайма заменен. И Магеев, как я понимаю, из-за того, что карточка была. Да, да, да. Мы по Магееву хотели уберечь его, не дай бог, от второго предупреждения, чтобы к следующей игре он готовился, поэтому сделали определенные изменения. Что касается Антона, на наш взгляд, нам надо было более скоростных еще игроков добавить, да, и Изидор, который вышел. В принципе, скорость дал в атаке, индивидуальное действие забил, и были моменты еще, поэтому, в принципе, игру команду усилил. То же самое, как и Игнатьев. Спасибо. Михаил, добрый вечер. С победой вас. Спасибо. Я хочу вам сказать, что сегодня вы играли с командой ниже вас по классу, и вот мне показалось, ассоциация такая была, что вы были как боксер, который выжидали, выжидали своего шанса, и потом послали в нокдаун, то есть команду. То есть как бы не сразу не доминировали, знали, что команда все-таки ниже класса. Почему все-таки, у меня вопрос, сейчас локомотив еще не готов сразу с позиции силы выходить и, скажем, играть с химками уже с высоким прессингом, и сразу забирать инициативу и, в общем, доминировать. Или же сейчас просто не готов, или, скажем так, футболисты выбрали такую для себя тактику, понимали, что соперник послабее, и все равно он даст где-то потом слабину. Абсолютно не было никакого пренебрежения к сопернику, мы понимали, что это организованная команда, и самое главное, что нам необходимо самим было внести определенные коррективы. Нам немножко не хватало, как я уже сказал, мы больше ввязались в позиционную игру в первом тайме. Нам необходимо было больше скорости в атаке, больше таких индивидуальных действий, обыгрышей один в один, доставок мяча в штрафную площадь, поэтому вот на это нацеливали команду во втором тайме. А что касается определенного, так скажем, класса, я думаю, что сейчас уровень сопротивления в российском чемпионате, он плюс-минус, все умеют играть. Даже команды, которые находятся внизу, оказывают жесточее сопротивление, да вы видели, что в пятницу факел обыгрывает московская «Динамо», и поэтому все умеют играть, все бьются, все отдаются, и за счет организации, дисциплины какой-то класс может нивелироваться. Поэтому вот в этом плане мы тоже это понимаем. У нас тоже есть молодые футболисты в составе, да, 2004 год играет, и Щетинин, и Погоснов, там, пятый год, совсем молодые ребята, да, то есть, которым еще не хватает, может быть, такого, такой уверенности, класса определенного, да, чтобы ввести игру с первых минут. Но это все поправимо, у нас команда строится, у нас есть опытные ребята и хорошие, молодые, перспективные ребята, которые, так скажем, игру стабилизируют и дают определенные новшества, да, чтобы игра команды красками немножко другими заиграла. Вот на это мы нацеливаем нас. Михаил Михайлович, добрый вечер, с победой, Антон Буялов, Мире спорта. Два вопроса коротких. Первый вопрос, вот в процентном отношении вот такой игрой, такой победой, насколько можно быть довольным именно в процентном отношении? Ну, абсолютно, на сто процентов, потому что мы, как я уже неоднократно говорю на пресс-конференциях, мы для себя поставили задачу, что каждый матч, он очень важный, и это как финал. И то, что мы сегодня добились результата, победы, и в определенных компонентах показывали достаточно неплохую игру с точки зрения и позиционной игры, и с точки зрения быстрых ответных атак, есть положительные моменты. Конечно, чтобы команда целостно это все делала, необходимо время, да, то есть нам надо стабилизировать игру, стабилизировать состав, и чтобы мы безболезненно друг друга подменяли в определенных позициях. Поэтому в этом плане абсолютно, абсолютно довольны, что двигаемся дальше, и поздравили команду с победой. Ну, и вот в продолжении, выходной получится, вторая команда? Ну, у нас в связи с тем, что цикл длинный сейчас, потому что игра запланирована на 8 число, на понедельник, да, поэтому, естественно, в определенные дни команда выдохнет, и дальше уже полноценно начнем готовиться к сопернику. Спасибо. Еще один маленький вопрос. Сейчас много комплиментов Артему Дзюбе, то, что он и забивает, но мне хотелось, чтобы Вы прокомментировали игру вратаря, потому что, на мой взгляд, вратарь сегодня сыграл решающую роль в матче. Валентратов Илья играет решающую роль не только в сегодняшнем матче, а во многих и практически во всех играх, как только мы приступили к своей работе. С первого тура в Ростове, да, и со сборов он показывает и доказывает, что сегодня это основополагающий игрок, за которым команда уверена. Вот это самое главное. И степень надежности вратаря, она определяет вот именно эти компоненты, да, когда вратарь действует надежно и выручает, да. Остальные нюансы, когда мы можем говорить о том, что кто лучше играет ногами, кто там и какие-то другие, это все вопрос стилистики и определенных требований. То, что сегодня Илья выполняет основополагающую роль в команде, я думаю, что понятно для всех. Это и есть команда, это и есть коллектив, когда мы и благодарим друг друга, и можем какие-то претензии высказать друг другу, и бьемся все вместе, и отдаемся все силы вместе. И сегодняшний, еще раз говорю, победа – это всего коллектива, как я неоднократно уже подчеркиваю.